Александр Григорьевич Лукашенко Личанкович! И сейчас, уважаемые господа, президент пройдет на площадку и покажет мастер-класс! Кто не умеет рубить, прошу! Васька, ты умеешь? Давай! Вот смотри, самый тяжелый. Бери. Вот, держи. В направлении трещи. Найти трещину. Трещину нашли! Нашли трещину. И аплодисменты! Ребята, вы сейчас все ощутите, как это будет сложно. Итак, на край. Вот, чтобы вот зазор был. Когда она будет трещать, куда-куда надо. Можешь еще пополамить? Это же пойдет, Сань. Безусловно, это просто огромная колодка. Я хотел бы обратиться к специалистам. Скажите, это какой размер? 15 см. А у наших участников сегодня самый максимальный. Какой размер колодок? 32 см вверх на фрезе. И 40 см вверх на фрезе. Ну, говорят, что это будет уже посложнее. Ну, посмотрим. Ищем трещину. И смотрим туда. В ту точку, куда мы хотим ударить. Зупер! Аплодисменты, друзья! Я надеюсь, у большинства участников будет получаться. Сейчас, Семенович. Бери топор большой. Бывает, что кувалды нет. Трещина вот, надо повернуть. Вот. И в направлении середины. Мастер-класс. А это без кувалды. Ближнюю, дальнюю. Почему не рубится? Смотрите. Сук, сук, сук. Пояс сучим. Поэтому эту колодку надо было перевернуть. Давай, вот. Ну, давай, немножко помогу. Ну, куда же мы? Естественно. О, пошла! Попотел. О! О! Почему сухое дерево надо рубить крупными долями? Потому что оно будет медленнее гореть и давать больше тепла. О! Я помню, мать уже у меня жила под Минском. Ну, ты знаешь, деревни экономили всегда. Я и нарублю этих дров. И она всегда берет, что ты мне спичек нарубил? Я говорю, о чем дело? Это быстро сгорит. А это будет гореть долго. Если дрова сырые, вот как березка эта, надо помельче, быстрее высохнуть. Дрова должны быть сухими. Это хорошая установка. Поставишь и будешь европейцам рубить дрова. Так точно. Поможем им бесплатно. Путин пообещал им зерно бесплатно, а мы им дров. Сколько нужно. А если серьезно, латыши там уже скамейки начали рубить на дрова, ты видел? Поэтому надо просто, это уже не шутка. Если кто-то из латышей хочет заготовить дрова, там они очень дороги. Пожалуйста, к нам бригады. Мы им выделим место, пускай вырубают этот сушняк и рубят на дрова. Правильно? Так точно. Все, уважаемые друзья, еще раз аплодисменты. Мастер-класс от первого. Ну а сейчас я прошу все команды занять свои места согласно Зребьевке. Молодец! Молодец! По 10 сантиметров. Так, ну здесь я слышу, что здесь у нас Ваня участвует. 10 сантиметров. Так, ну Ваню поддерживаем. Ну что, поворачивай рядышком. СП чемпион! СП чемпион! О, теперь еще и это ты. Ну посмотрим, ребята, удачи, удачи вам. Не трогай ее, руби, она сама к вам. Руслан! 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 Итак, это Руслан Турков. Хорошо. Такие люди заулыбались. Растык, пожалуйста. Это все? Это уже что? Ты закончил наполнение? Это невероятно просто. Как ловко и пенешетик вращается с бензофилами. Только щепки летят. В очередь! Друзья, какая скорость! Мне кажется, что это стоянка, но я еду. Юля, убей! Юля! 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 Давай-давай-давай! У-у-у-у! Отлично! Да-а-а! Ох, ты соки! Давай. Давай-давай-давай-давай! Давай-давай-давай. Сильно, вот, видишь, темпер. Вот там все. Ноги пошире, пострадавшись. Еще раз пополам. Ой, сильнее, видишь? Молодец. Мне кажется, что здесь громче всего работает. Настя! 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 Клоп-вильба. 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 Это смокер. Здесь топка. Используем два вида топлива. Черная льха и дуб. Здесь левер стоит и задерживается внутри температуры. В общем, это как русская печь, эффект. Только с дымом. А это что у тебя? А, это да, покажи, Сергей. Это вот шашлык с львами. Это готово. А это? А где это было? Это яблок. Это вот оно, что копченое. Доброе. Все, смотри, какая красота. Это разное блюдо, да? Да, разное блюдо. Пожалуйста, любое, Александр Иванович. О, приятного аппетита. Надо же расширять вот такого. Я никогда не ел. Спасибо вам большое. Молодец. Все двои. Приятного аппетита. Спасибо. Мужики, дайте кашу. Ужас. Какое? Перловое или гречневое? Можно чуть-чуть гречневое. Немножку. Все, приятного. Спасибо. Сами готовили. Конец, это здесь. Ну, идите пробуйте. Очень вкусно. Да. Это все лесхозы? Да, все лесхозы. Да. Твои или только твои? Да, мои. Это вы делаете? Да. Это я тебе скажу лучше топор, чем ты. Александр Иванович, помните, ручку другую они сделали? Тогда делали так, они уже сделали и ручки новые. Этот будет лучший топор, да. Уважаемые друзья, все ли готовы к третьему этапу наших соревнований? Марш! Давай, Сережа! Хоп! 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 Сергей! 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 Что ты,onosso ты, hygiene! Карлассайте, др ! Вот видишь твоя ошибка. Видишь, вот под углом отсюда красные линии все время. А ты в конце рубил уже... Насил. Да. Ну все равно, молодец. В общекомандном зачете дипломом и специальным подарком от президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко награждается команда «Минская правда». Уважаемые друзья, большое спасибо всем тем, кто сегодня пришел. Я хочу поблагодарить Александра за организацию этого мероприятия. Согласитесь, что, я всегда часто об этом говорю, любое государство сильно своими традициями. Может быть, сегодняшняя наша встреча на природе с самыми мощными, сильными людьми, а это прежде всего сельчане и лесники, может быть, это нам придаст хорошего настроения и здоровья на долгие годы. Поэтому благодарю всех наших судей, организаторов, которые с таким воодушевлением учили нас, учили других, кто участвовал в соревнованиях, вот этому хорошему, доброму, универсальному делу. Рубить дрова, надо это уметь делать, лес валить, рубить дрова, ну и помогать нашим соседям. Времена непростые, помочь им надо, помочь нашим людям за пределами нашей страны. Вот смотрите, там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся в шутку, рубим эти дрова. Пусть приезжают к нам, мы можем организовать и подвести к границе эти дрова. Пусть литовцы, латыши и поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим никакой войны, мы готовы вместе топить печку, варить и поджаривать шашлыки. И, в общем, спасибо организаторам, спасибо вам всем. Счастья, настроения, успехов, здоровья, чаще собирайтесь здесь. Всего доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ